Мощный взрыв произошел накануне вечером, когда большинство челнинцев как раз возвращались домой. На место ЧП были брошены все силы спасателей, медиков, сотрудников правоохранительных органов. До глубокой ночи сотрудники МЧС разгребали завалы. На месте работали кенологи, а в городе был введен режим ЧС муниципального характера. Как прошла спасательная операция, наблюдала Эльмира Гайнудинова. Пожарных мы оттуда пока убрали, в случае, если произойдет разрушение и так далее, обезопасить их. Часть Эльмира Гайнудинова убрали, чтобы могла высокая техника работать. Сейчас пока работаем по спасению четвертого человека. Это молодая женщина, и по голосу она отзывалась. Эти крики из-за разрушенного дома слышали все очевидцы, которые стояли недалеко от дома 48-20. Многие думали, что под плитами остался ребенок, но это оказалась девушка. Давно слышим, сколько стоим мы здесь. Постоянно крики, вот перестает, опять плачет, кричит, опять плачет потом. Время 19.30, на месте до сих пор работают спасатели. По предварительной информации, на пятом этаже до сих пор остаются потерпевшие, как минимум, одна девушка. 22-летняя Аделина Загреева оказалась зажатой плитами и более двух часов провела под обломками. К ней спасатели смогли добраться в последнюю очередь. Мешало дерево, которое распилили. Когда девушку достали, она пережила клиническую смерть. В крайне тяжелом состоянии ее доставили в БСМП. Спасти Аделину не удалось. А вот кадры спасения 17-летнего подростка. Мальчик спрашивает спасателей, где его родители. В момент взрыва он был дома вместе с мамой, папой и 11-летним братом. Оба ребенка доставлены в БСМП с травмами различной степени тяжести. Мой зять, дочь, два внука. Все живы, все здоровы. На пятом, трехкомнатной. А вот кадры с видеорегистраторов, которые запечатлели момент взрыва. Отойдя от шокового состояния, очевидцы говорят, чудо, что глыбы бетона не попали в прохожих. Я, короче, спал, слышал сильный грохот. Вышел на улицу, вот чем-нибудь было, там оделся и побежал. Вот мне мать сейчас пришла, у нас полдома нету. Вот где 11 подъезд, все полностью здесь, это самое, два перекрытия рухнуло. И с той стороны целых два этажа рухнуло. Я услышала такой грохот, я не знаю, думаешь, что такое, или взрывная работа, или что-то случилось. Я бегом-бегом побежала. Машина как ухунет, не знаю, что. Ой, я так сроду не слыхала, войну прожила, так не слыхала. Как этот раз был грохот. Стекла только разбились. У меня сестренка ногу поранила сильно стеклом и взрывела очень сильно, а я спокойствие держала. Для ликвидации ЧП привлечены более 150 человек и около полусотни единиц техники. По предварительным данным, в одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Татарстан произошел хлопок газовоздушной смеси, что привело к повреждению перекрытий между четвертыми и пятыми этажами. Назорные ведомства проверили соблюдение требований безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. Жителей пострадавшего дома разместили в гостинице. Людям окажем необходимую помощь и тем, кто проживает в 10-12 подъезде и, безусловно, 11 подъезд. Часть людей ушли и переночуют у своих родственников. Тем, кому некуда идти, безусловно, мы еще раз повторяю, мы будем размещать в гостинице со всеми удобствами, с организацией питания. А расследование уголовного дела продолжается. Квартира, которая стала эпицентром взрыва, была отключена от подачи газа в марте 2010 года. Как нам сообщили газовики, 3 марта этого года заглушка была на месте. Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев, Челны, 24.